Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы записываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и комментариями. Номер 52. Второе послание к Коринфянам, 15 глава, 14-15 стихи. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Я думаю, за что Павла так ненавидели. И почему он на него сказал, обычно дорогой едешь, когда свидетельствуешь, раньше было, когда ездил. А что вы заканчивали? Я ничего не заканчивал. Но раньше о семинарии, академии, их всего-то две академии было. Но за это брались. И вдруг большая ученая доводит тебя в сумасшествие. Почему? То есть это превосходило разумение. Ясное дело, что правитель это был человек с высшим образованием, по-сегодняшему сказать. Доверенное лицо правителя мировой империи. И вдруг такие слова говорят. Почему? А вот здесь. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А один умер за всех, он за нас умер. И вдруг все умерли. Совершенно из этого-то не выходит это. И я бы стоял, слушал и сказал, вообще ум за ум закручивает Павел-то. Тогда все умерли. То есть все искуплены. Тогда бы дело другое. А то все умерли. Ничего не видно. Вывода этого никакого нет. А Христос за всех умер. Согласно. Опять первый сейчас. Для чего? Чтобы живущие уже не для себя жили. Для умершего за них. Вон откуда. Вот. Теперь понятно. А не дал бы это пояснение, вообще даже верить нельзя было. Вот почему считается, что Павел это величайший миссионер и корифей мысли. Вчера как раз я ролик сделал, каким должен быть миссионер, какие качества его. И можно ли стать, можно ли научиться и стать миссионером. Я написал тут, и мне сразу один пишет, ну я буду тянусь стать благовесником. На первом месте это проповедник. Проповедник был очень хороший, лучший, это Гитлер, Адольф, Шикельгрубер. Прекрасный. Не то, что Сталин там мямлил, сказать-то ничего не мог. Это был проповедник. Проповедник идеи, нацизма, превосходства одной нации над другой, то другое. Обманывать людей. Керенский был хороший. Фидель Кастро мог что-то сказать. Горбачев. Это проповедники были. Но они не благовестники. Благовестие это о Христе с неба. А миссия это труд Духа Святого. Они не понимают этого ничего сегодня. Миссионерские отделы считают, кто еще сделал больше. Идет к касте, получает деньги. Да какие деньги-то? И горе мне, если не благовестную. Вот ты ничего не сделал, тебе горе. Ты думай, что ты взялся. Речь идет не о священнике, а о миссионерстве. Горе. Итак, поехали. Полкование Блаженного Феофилакта. Любовь Бога, которую Он явил нас, объемлет нас и побуждает нас подвергаться опасностям за Него. Когда мы обсуждаем хорошо сами с собой следующее. Так как Он умер за всех, то явно, что все мы были погибшими. И что Он умер для того, за погибших и умерших, чтобы оживить нас. Итак, поскольку Он оживил нас, то мы не должны уже жить для себя, но для того, кем живем. Кто не только умер за нас, но и воскрес, вознесший на небо начаток наш, то есть тело свое, чтобы всецело вознести и нас. Ибо какая нужда была Ему возноситься, если бы не имело случиться подобного и с нами. Итак, поскольку Он умер за нас, поскольку Он оживил нас и поскольку Он дал нам залог нетления, мы должны жить для Него, а не для похоти своих. Вот и все. А что сделать, чтобы не курил, не пил? Да ты себе не принадлежишь. Даже вопрос не стоит. Себе не принадлежишь. Как ты можешь этим заниматься? Это когда у тебя жизнь прогорает на этом. Там, боярышник там и прочее. Теперь отпевают их. Плесуны эти полетели, там все погибли. Нужно Богу это, что ты крутить все умеешь на одном пальце. Всю жизнь прокрутилась, плесецкая. Они ее знают, особые памятники ей сделают. Этот хрипел там Высоцкий, о чем пел, как наркоман. Если ты верующий, так и все, он верующий. Верующий ты не для себя уже и должен-то. А только для театра. Там гремел с цепями, придумывал и блудил всю жизнь. И все время черт ему являлся. Тащил его в ад. И с этим закончил. Верующий. Верующий где был? Пушкин верующий, когда ему пуля в живот вошла. Вот тут он был верующий. Это свидетельствует и Василий Андреевич Жуковский, и Владимир Иванович Даль. А до этого-то что-то, как говорится, полиглот есть, а это полег около юбок. О чем он пишет Евгений Онегин? Ты посчитай его. 113 любовниц. Ну, маленько-то скажите, а как вы считаете Пушкин? Я считаю, спасенный человек. Причастился и спросил прощения у царя. А тебя, твой трон, я ненавижу. Твою погибель, смерть детей, жестокая радостью вижу. Писал. А тут пансион царь назначил. Умирай, Саша, спокойно. Он этот 13-й или сколько у него уже было дуэль-то? Он за каждое слово кидался. Он никакой был совершенно. Настоящий поэт это Нацан Семен Яковлевич. Вот ты рассуждай в этом плане. Все у него верующее было. Идем дальше. Второе. Коринфянам 5.16. Потому вот ныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Христа по плоти не знаем. Начинаешь говорить. Я разговаривал с тектантами. Ничего не могут объяснить. А как? То есть плотские немощи. Жаждал, пил, устал. Такого Христа мы уже не знаем. Мы знаем его воскресшего. Который нигде не ущемлен плотью своей. А Лазарев прослезился, плакал. Ничего этого теперь нет. Дальше. Толкование. Поскольку все, умерущленные грехом, ожили Христом через крещение, то справедливо говорит, не знаем никого из верующих, живущих во плоти. То есть по древней и плотской жизни. Ибо все возрожденные духом ведут жизнь новую и духовную. Ну где это есть? Крещение принимает за деньги, пришел, лоб помочили, макушку. Новую и духовную. Ничего этого нету. Это обман. Фальшивое, лживое христианство. И на этом живом, фальшивом христианстве еще лживые, фальшивые, суперфальшивые. Миссионеры, отделы образовали. Дыра в преисподнюю я их называю. Когда просто мерянин, и то он должен жить другой жизнью. А так фанатик, экстремист. Они уже знают это. А тут динаминации, конфессии. То есть слово ересь все подменили, заменили. Сегодня сунул меня тут один. И на вот такая-то библейская церковь. Сейчас посмотрим ее. Да нет другой такой. Она возникла пять дней назад. Это ересь. Стоит масончик, в алсуке, машет руками. Показывает, что в том, что не жить по плоти, мы имим вождем Христа. И говорит, хотя и Христос был некогда по плоти, но теперь он не по плоти. Что же, разве он сложил в себя плоть? Нет. Ибо он как пришел, так и придет. А пришел он во плоти. И с плотью. Итак, что же говорит апостол? То, что мы называемся живущими по плоти, когда находимся в грехах, а живущими не по плоти, когда не грешим. Христос же называется живущим по плоти, когда был причастен в жизни естественным и неукоризненным немощам, каковы голод, жажда, сон, утомление. Ныне же он есть по плоти, то есть освободился и от естественных и неукоризненных немощей, имея плоть, непричастную страданиям и бессмертную. Что бы, говорит, совершенно и с избытком научить нас не жить уже по плоти и греховно, но по духу. 2 Коринфянам 5,17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Толкование. Кто веровал во Христа, тот сделался другим созданием и стал новой тварью. Итак, мы не должны жить по-старому. Что такое древнее? Греховное и иудейское. Ибо древний грех кончился и у нас стала новая душа и новое тело. А вместо всего иудейского у нас все новое. Вместо закона Евангелие. Вместо Иерусалима небо. Вместо храма внутреннейшее за завесой. Евреям 6,19 Где Троица вместо обрезания крещения. Вместо маны тело Бога. Вместо воды кровь Владыки. Вместо жезла Моисеева или Аронова крест. Вместо Агнца сын Божий. И так далее. То есть ничего этого веритики, сектанты не знают. Что вместо жезла Ароновой. Я полвека с ними встречался. Не знают. А что такое ковчег? Не знают, что это Божья Матерь. А что означает крещение? Слово Божие. Христос воплотившись. Это прообраз был. Второе Коринфянам 5,18 Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Толкование. Все же это дано нам от Бога, который примирил нас с Собою через ходатайство Сына Своего. Ибо мы не сами прибежали к Нему, но Он призвал нас через смерть Сына Своего. О бездно человеколюбие! Ибо Отец, пославший Сыном, когда увидел Его убитым, теми, которые нуждались в примирении, то не только не отверг людей, но дал, говорит нам, апостолам, служение примирения, чтобы, ходя повсюду, были посланниками, отпадшими от Бога и приводили их к Нему. Комментарий Игнатия Лапкина. Удивительно, что еще в 11 веке православной церкви блаженный феофилакт так четко представлял смысл служения примирения человека с Богом. Вот я поясняю сегодня, а как вы понимаете, юридически, как по католике понимаете, что жертву принес, а кому он принес ее? Принес Богу Отцу или Сатане? Они совершенно не понимают. Это свойство Божьей милости. Католики правы. Именно здесь юридическое начало и юридическое окончание. Возьмите за грех смерть. Все. Это главный лозунг. И поэтому Христос умер, чтобы искупить нас. Умер. Вместо нас занял место. И никаких других толкований уже не надо. Тут написано, надо с Богом. Да. Но через исповедь, приходящих с улицы в храм, и как можно более частую исповедь, и не через причащение, и как можно более частое причащение, как принято ныне, но через проповедь Евангелия, через примирение с Богом, через заместительную жертву Иисуса Христа. Для чего апостолы и ходили повсюду, быв посланниками к отпадшим от Бога. Только рассматривая одну эту фразу болгарского архиепископа, мы можем совершенно твердо, безошибочно сказать, что сегодняшнее, в кавычках, обращение к православию идет абсолютно неевангельским путем. Что я сказал не так? Я беру толкование блаженного фифилакта и показываю, он это знал, сегодня это не знает, а вот приходи воцерковлять. Откуда слово воцерковление взялось? Гнилое, гнусное, просто вонющее слово, воцерковление. Что это? Ни Христа, никого нету. Что это? В церковь пойти? Дверь открыта, никому не препятствуется. Ну а как воцерковиться? Это научиться свечки ставить? Чаще исповедаться, чаще причащаться? Второе Коринфянам 5,19 Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирение. Толкование. Вот юридическое начало. Высказал, что Отец примирил нас с Собой, дабы не сказал кто, но Он послал Сына. Теперь говорит, что хотя Он послал Сына, однако призывает не один Сын, но и Отец, перемиряющий с Собой мир через Христа. Мир через Христа. Бог не может простить грех. Когда я говорю это, Он не может Бог. Ни один грех никогда Бог не может простить за так. Почему? Ну великое дело, сорвало плот и съело, и сто миллиардов умерло. И мы даже представить не можем катастрофу, которая произошла в раю. И поэтому Христос, умирая, возвращает в прежнее состояние. Он умер и взял вину на Себя. Свойство Божие. А что Бог не всемогущий? Нет, не всемогущий, конечно. Он не может отречься самого Себя, написано. Бог не может солгать. Он не может. Это не Его свойство. Свойство Божие – это любовь. Во всем и всегда любовь. И поэтому отдает Сына. Почему Троица? А Сын любит Отца и Духа Святого. Дух Святой любит Отца и Сына. А Отец любит Сына и Духа Святого. Вот почему Троица. Ибо это значит во Христе, и показавший такую благость к людям, что не только не наказал их, но и примирился с ними, и не только простил их, но и не вменил им грехов. Вот это свойство Божьей любви. Ибо если бы Он захотел требовать отчета, то все погибли бы. Поэтому имеем повеление от Бога не возлагать на вас что-нибудь тяжкое, но примирить на вас с Ним. Поскольку мне, говорит Бог, не поверили, то вы не переставайте увещевать их, пока не убедите. Второе Коринфянам 5, 20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, перемиритесь с Богом. Толкование. От имени Христова, то есть вместо Христа посланы. Ибо что Он намеревался сделать, то мы ныне приняли. И как через Него призывал нас Отец, так и ныне через нас призывает вас, чтобы примирились с Ним. Вот в чем миссия заключается. А не в храме показать. Не сказал, примирите с собой Бога, но примиритесь с Ним. Ибо вы враждуете против Него, а не Он против вас. Ибо Бог есть и Отец. Он, словно погрешивший против них, посылает к ним, чтобы они простили Его. О богатство, милосердие и благоснисхождение! Второе Коринфянам 5, 21. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Толкование. Я, говорит, не вспоминаю обо всем. О том, что вы обесславили благодетеля, что он не озаботился об отомщении, что, напротив, сам первый восхотел примириться. Того, что он ныне сделал, недостаточно ли для того, чтобы вы примирились с Ним? Что же он сделал? То, что Сына Своего, не знавшего греха, то есть того, кто есть сама праведность, предал смерти за нас, как грешника и злодея. Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на древе. Второзаконие 21, 23. И грешникам причислен. И не сказал, сделал грешникам, но жертвуя за грех. Что значит больше? Для чего же сделано это? Дабы мы оправдались не от дел, закона, но благодатью Божией. Ибо правда Божия состоит в том, когда кто оправдывается благодатью, когда не может быть найдено никакого пятна. Поэтому не сказал, да будем праведными сами, но правдой Божией указывая на преизбыток благодати. Второе, Кринфянам 6, 1. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Толкование. Мы, говорит, спаспешествуем и вам, и Богу. Вам, чтобы вы спаслись, а Богу, чтобы исполнить волю Его, то есть о вашем спасении. Умоляем вместо Христа, даже до второго пришествия Его, и до тех пор, пока существуем во всей жизни, дабы вы не зря приняли благодать Божию. Ибо что польза получить свободу от грехов благодатью Божией, а потом опять наполняться ими по своей беспечности? Снова проявляется вражда, и благодать к нам становится тщетной. Итак, не думайте, что одна вера составляет примирение. Нужна и жизнь. 2 Коринфянам 6, 2. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное. Вот, теперь день спасения. Толкование. Какое это благоприятное время? Время благодати, в котором прощение грехов и сообщение оправдания. Время благоприятное есть то, в которое Бог принимает нас, выслушивает нас и спасает. Ибо во время суда Он не будет ни выслушивать, ни помогать, ни спасать. Итак, мы должны подвязаться в это время благодати, потому что легко получим награды. 2 Коринфянам 6, 3. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Толкование. Молим, сказал, и споспешествуем. Каким образом? Беспорочной жизнью. Самым же ходом повествования советуют им обратить внимание на него. Ибо, говорит, я так устрояю жизнь свою, что никому не подаю повода, не говорю к обвинению, но и к обыкновенному упреку, а еще более к соблазну, чтобы не было порицаемо служение наше. Опять не сказал, чтобы не подпасть обвинению, но чтобы дело мое и служение мое не получило и случайного порицания. Некоторые же объясняют это так, чтобы порицание не пришло на проповедь, ибо ее называют служением своим. Толкование. Продолжается. Когда я живу худо, то подвергается презрению и порицанию проповедь. Незаметно и им намекают, что когда они живут худо, то хула обращается на Христа и на веру. Комментарий Игнатия Лавкина. Даже богоборческий режим хорошо понял значение проповеди. И не просто проповеди по школьному учебнику, а проповеди по вдохновению, проповеди, касающиеся душ человеческих. Сатанинско-людоевский режим в нашей стране официально разрешал молиться, превратив религию в культ. Они не боялись ни богослужения, ни треб, ни праздников, но непристально наблюдали, как змей, чтобы не было проповеди, и чтобы ни одна душа не возродилась для Христа через проповедь. Откровение 12.14 Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Главное порицание и обвинение шло против проповеди. Как же священнослужителям не понять этого ныне? Чем это объяснить? Только одним, что они мертвые и невозрожденные. Только тем, что их не коснулась благодать призывающая и благодать обращающая. Мертвый не может родить живого. Вот такие комментарии мне никогда не простят. Пожалуйста, не простят. 2 Коринфянам 6.4 Но во всем являем себя как служители Божьи в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Толкование. Это гораздо выше. Не только сделать себя чистым от обвинений и порицаний, но и показывать такую жизнь, чтобы из нее видно было, что он служитель Божий. Не сказал показываем себя, но являем себя, то есть на деле показываем себя таковыми. Говорит и о способе, как делаются таковыми, то есть через терпение. И не просто через терпение, но через великое терпение. Ибо недостаточно перенести одну какую-нибудь беду или две, но должно терпеть до конца. Высшую степень скорби составляет то, когда гнетут человека безвыходные несчастья. В тесных обстоятельствах этим словом означается голод или просто искушение. Второе, Коринфянам 6, 5. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, толкованиями. И удары, и темницы. Смотри, сколько зол. Каждая из них само по себе весьма тяжко. То есть в гонениях, когда кто не имеет места, где остановиться, будучи преследуемым из места в место. Сказав о бедствиях внешних, теперь говорит о своих собственных, которым он добровольно подверг себя, о трудах, то есть о делании рук своих, которыми питал и себя, и других, и вместе с тем бодрствовал и постился. Второе, Коринфянам 6, 6. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе святом, в нелицемерной любви, толковании. То есть в мудрости Божией, которая истинно есть в ведении, только не внешне, как у лжи апостолов. Это признак несокрушимой души, когда кто, будучи отовсюду поражаем и уязвляем, не только долго терпит, но и благодетельствует, показывает, как он сделал все это, именно духом святым. Когда показал свои подвиги, тогда уже поставил помощь духа святого. Здесь, разумеется, также и дары духовные, ибо ими доказываем, что мы служители Божии, потому что совершаем чудеса. Иначе мы не подали притыкание в духе святом, то есть в дарах духа, ибо многие из превозносившихся полученным даром языков не пользовались им как должно. Но Павел не таков, нелицемерной любви. Вот источник всех благ, вот причина, посему пребыл в нем дух. Второе Коринфянам 6, 7. В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и в левой руке, толкование, то есть не извращая слово Божие, ничего говорит нет моего, но все это совершилось в силе Божией, или в знамениях и чудесах, или в наказующей благодеющей силе. Оружие правды в левой руке означает все прискорбное, а в правой все ограждающее и поставляющее нас в безопасность. В левой руке скорбное, по мнению многих, ибо и Господь повелел молиться и о том, чтобы не впасть в искушение, а в правой радостное. Итак, Павел в том и в другом показал себя безукоризненным, не падая духом в скорбях, и не превозносясь в радостях, но все это делал оружием правды. Я говорю просто о слове истины с оружием в правой и левой руке, то есть двумя руками Библия у тебя раскрывается, чтобы она всегда была открыта и читали. Еще проще. Второе, Коринфянам 6,8. «В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны». Толкование. «Истолковал нам, что оружие в правой и левой руке означает славу и бесчестие. Как же слава служит оружием правды? Тем, что слава учителей привлекает многих к благочестию. Что же, есть ли это добродетель Павла? Конечно, потому что он, находясь в славе, не гордился, а бесчестие, соделывающее терпение, делало его искусным и способствовало успеху его проповеди. И перенесение порицания есть великий подвиг, ибо оно сильно возмущает душу. Поэтому и Господь называет блаженными тех, которые терпят гонепоношение. В пытках тело разделяет муки вместе с душой, а в порицании вся тяжесть падает на душу. Поэтому оно и для Иова было тяжелее всех прочих ударов. Почитают обманщиками по причине порицаний, но мы верны, что доказывается благохвалениями. Мы сейчас представим, что апостол Павел на земле и говорит, сколько нападок будет. Нападки будут от католиков, от православных, от протестантов. Вот буквально всем будет ненависть. Мы только разговариваем, Павел, Павел, ты до дела дойди. И пристану в посте, молитве, в слезах. Согласен? Не буду есть мясо, вина. Кто откажется от мяса? Вот и все. Ты маленько глянь на это и увидишь, что он нетерпимый был. Комментарий Игнатия Лапкина. Для тех, кто боится начать проповедовать чисто по Евангелию и боится более всего своего епископа или священника, апостол Павел и блаженный феофилак подтверждают, что всякое гонение за проповедь будут делать ее более прочной и плодоносной. Вот он об этом говорит, что способствовал успеху его проповеди. 2 Коринфянам 6, 9 Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот, мы живы, нас наказывают, но мы не умираем. Толкование. Для одних были уважаемы и знаемы, а для других недостойные того, чтобы знать их. То есть, как приговоренные и осужденные на смерть. И по мнению устрояющих нам ковы, умершие, но силой Божией мы живы. Попускает это говорит Бог для того, чтобы вразумить нас, ибо еще прежде будущих наград в настоящей жизни немало происходит пользы от наказания. Это взято у Давида, который говорит, строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Пс. 117, 18 2 Коринфянам 6, 10 Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Толкование. Хотя по внешности говорит, кажемся скорбящими, но наслаждаемся совершеннейшей радостью. Ибо не так бывает, чтобы иногда радовались, а иногда нет, но всегда радуемся. Апостол многих обогатил как духовным, так и чувственным богатством. Ибо имея домы всех открытыми для себя, он был богатейшим и мог отделять и питать других, как, например, святых в Иерусалиме. Тоже показывает и далее. Непривязанный ни к чему в здешней жизни имеет все. Если бы возможно было, говорит, вы исторгли бы отчество и отдали мне. Галатам 4, 15 Как же такие люди могли жалеть для него имущества? Перечислил же все это с той целью, чтобы не смущались чем-либо из того, что кажется прискорбным. 2 Коринфянам 6, 11 Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Толкование. Перечислив свои подвиги и по порядку повествование, показав коринфяна, как должно подражать ему, хочет наконец обличить их, как не слишком любящих его, но прежде всего показывает им собственную любовь и говорит, всегда желая говорить и беседовать с вами, и при том свободно и смело, ибо это значит слова уста наши отверсты. Говорит же так потому, что хочет сделать им облегчение, показывая, что смелость в речи есть признак величайшей любви. Смелость в речи а здесь так кто смотрит, как бы угодить епископу. И не на устах только высказываю любовь, но и сердце, имея его расширенным для вас, ибо и пламень любви и уста мои отверз, а сердце мой расширил и сделал его пространным, чтобы дать место всем вам, поэтому и призвок куплять следующее. Комментарий Игнатия Лавкина. Для православных придумана особая форма, образ спасения. Долу потубленный взор, молчание, ничего не вижу, ничего не слышу, я спасаюсь. Только бы кого не осудить, нужно следить за собой, быть терпеливым и ни во что не вмешиваться. Такой образ православного ковался тысячу лет. Шаг влево, шаг вправо считается изменой православия. О какой же смелой проповеди может идти речь? А вот вселенский проповедник еврей Павел и его толкователь грек Феофилакт говорят о другом, что кто не проповедует, в том нет любви к ближнему, а проповедующий всегда показывает смелость в речи, и это есть признак величайшей любви. Второе Коринфянам 6, 12. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно толкование. Вы, не тесно помещаетесь в сердце моем, в сердце пространном, сколько бы вас ни было, а в ваших сердцах великая теснота, и вы не можете просто просторно поместить меня, хотя я один, то есть я в высшей степени люблю вас, и вы хотя любите меня, и имеете меня в сердцах своих, но тесно, не просторно. Второе Коринфянам 6, 13. В равной возмездии говорю, как детям, распространитесь и вы, толкование, такую же взаимность и равенство дружбы покажите и вы, и вы распространитесь так же, как распространился и я. Показывает, что так и должно быть, ибо, говорит, говорю, как детям, ничего великого не прошу, когда, будучи отцом, желаю быть любимым от детей, ибо это обязанность детей. Второе Коринфянам 6, 14. Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего усветоть с тьмою, толкование, дабы не показалось, что говорит это для своей пользы, показывает, что нуждается в их любви для их пользы, говоря, как бы так, любить меня значит, чтобы вы не смешивались с неверными и не уклонялись на их сторону. Не сказал, не смешивайтесь, но не преклоняйтесь по чужой ярмо, то есть не оскорбляйте справедливости, склоняясь и приобщаясь к тем, кому не следует, ибо слово преклоняйтесь употребляется в том случае, когда говорится о неправильных весах, когда одна весовая чашка перевешивает другую. Здесь делает различие не между собой и неверными, но между добродетелю и благородством Коринфян и низостью неверных. Как отец для видя сына, находящегося в связи с людьми порочными, говорит ему, какое общение между твоим благородством и их скверностью? Так и апостол говорит, вы сущая правда, а они беззаконие. Итак, что общего у вас с ними? Неверующие сильно недовольны. Видите, вы как себя возвышаете, с нами общаться нельзя. Писание говорит об этом, потому что если здоровый человек будет в куче больных, он здоровым никого не сделает, а один больной, он может всех заразить. Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, желая всеми способами побудить их отстать от неверных, не сказал, какое общение у находящихся во свете с пребывающими во тьме, или у последователей Христа и чад Велиара, но на место лиц поставил самые вещи, свет и тьму, что гораздо больше выражает. Также Христа и Велиара, что означает отступника, через это сделал речь своей более грозной. Здесь напомнил о лицах, дабы не показалось, что обвиняет только зло, или похваляет добродетель. Все. Вот и сейчас три.